Накануне в Чите прошел чемпионат по смешанным единоборствам. В боях участвовали не только мужчины-чемпионы по тайскому боксу, но и представительницы слабого пола. В новом спортивном зале ЗАБГУ заняты все места. Пока участницы настраиваются на боевой лад, зрители разогревают группы Амира и Севен Скай. Возраст девочек, правда, с трудом можно сопоставить с жаркими танцами и не менее жаркими костюмами. Отличительной чертой этого чемпионата стали бои между женщинами. Удары ниже пояса, в горло, затылок, позвоночник, в шею здесь запрещены. Тем не менее, спорт этот травмоопасный. Но эти девчонки не боятся ни синяков, ни ушибов, ни растяжений. Вместо шести спортсменов бьются всего четыре. Участница с Камчатки не смогла выйти на ринг по состоянию здоровья, о чем стало известно перед боем. Читинка Яна Мезенцева достойно боролась с чемпионкой России по кео-кушенка и карате нашей землячкой Екатериной Каравай. Победу завоевала последняя. Я очень долго искала то, где могу себя реализовать. Пыталась играть на пианино, рисовать, танцевать. Но везде как-то не сопутствовала удача мне. А здесь я могу проявить свой характер, что помогает мне, собственно, побеждать. Даже женщинам стало намного проще реализовать себя в таких мужских видах спорта, чем с одним мужчиной. Победительница другого поединка Елизавета Ананина однажды пришла на тренировку к подруге и увлеклась карате настолько, что теперь уже не представляет своей дальнейшей жизни без единоборств. Мечтает о тренерской карьере и участии в чемпионате России, к которому готовится уже сейчас. Не пропускает ни одной тренировки. Потому что очень нравится это. Физически, правда, устаешь на тренировке, но эмоционально очень отдыхаешь. То есть раскруска такая эмоциональная после тяжелого дня. Победа досталась Елизавете нелегко. Вес ее соперницы, абсолютной чемпионки Забайкальского края по тяжелой атлетике Ольги Зиганчиной – 92 килограмма. Говорит, помогли боевые навыки. Силовыми приемами особенно изобиловали мужские поединки. Зрители активно болели за каждого спортсмена. Следующий микс-файт состоится уже через месяц в Агинском. Дарья Миняйла, Евгений Погорелый. Время новостей.